Мы сегодня смотрели интересное «Спастись любой ценой» Любой ценой Бергрилл Ты смотрел это? Нет А почему? Не доводилось Представь, как интересно показывает В пустыне он где-то в Амазонке Какие животные, насекомые Как спасаться от этого А в это время, гляжу, Тимоша в первом ряду сидит Какая-то у него твердая бумажка Он из нее и крутит, и крутит На экран даже глаз не поднимает Я гляжу на детей, все смотрят, кроме Тимоша На первом ряде сидит Это тоже объяснить Я спрошу, почему ты не смотрел внимательно? Я смотрел Что? Я смотрел Я смотрел уже 5 раз, 26 раз Что смотрел, ты ничего не расскажешь Тебе показывалось, трудно, застонал, заплакал А человек-то не плащет В Японии ни один мальчик не плащет Возьми пример для себя Я смотрел, что смотрел? Тебе помешает, сидит кого-то в первом ряду Крутит, крутит, она пустая бумажка Крутит, ну подними глаза, ты же все равно сидишь Все равно время-то идет Новые детали заметишь Это самомнение Душит тебя Я уже не знаю Я легенды, я посмотрел Но раз 5 я уже смотрел И нахожу все новые и новые детали Как талантный фильм снятый Это не фантазия Это буквально все на нос уже Вот-вот, и Библия говорит об этом Третья часть человечества погибнет А ты туфло И посмотри Вот он выходит на берег Дальше пустыня Кораблекрушение показывает Остовы кораблей стоят И он говорит Последний раз здесь вот разбился корабль Здесь спаслись все люди на берегу Но на берегу все и умерли Умерли 47 человек Все, а теперь он показывает Как переходить эту пустыню Главная влага Он говорит Один долго там где-то был И он не выдержал Решил покончить жизнь самоубийством Ножом себя резанул А кровь не течет Она сгустилась Даже не течет Никто-то его нашел там и спасли Он любое растение берет Такое-то растение В такое время года У него такие-то витамины С какой счастью надо взять Он абсолютно все знает Знания его огромные Опыт В лучшем, кажется, нельзя придумать С ним встречается королева Он рассказывает Знатный человек И когда он раздается Посмотри, какое у него тело Раздевается Тело какое Но из-за двух мускулов у него Он как жгут А что снимали это Естественно наступает вечер И он говорит Какие звери ходят Ночью совершенно беззащитен в темноте И он карабкается на скалу Достает что-то где-то там от травы И этим привязывает себя Ого! Так снять-то было как еще трудно Дальше он идет Выжимает воды Раскопал Тут говорят Прохладно А здесь даже Как бы холод И скорее в это ложится Чтобы охладить тело Ну Там вот даже Кто мне Или Никита Или Володя Я говорил Что в начале или в конце фильма Предупреждение такое есть Что не пытайтесь Внимание Не пытайтесь повторить То что вы увидите в этом фильме Никак не повторить Не пытайтесь Понятно Потому что там команда целая работает Эти все знания Перейдут Например Тематика такая-то сегодня Африка Ну я так к примеру Будем об Африке снимать Там на таком-то месте Команда целая работает Там загугливает Там например Все эти знания об этих растениях Там Что, куда, что Все Это ты откуда знаешь? Ну а как он? Команде-то зачем это знать? Говорит-то он Что ты выдумываешь? А потом он это все говорит Как актер Мега классный актер Да какой актер? Он спецназ Понятно, что Он руководитель Он очень опытный человек Вышего класса Ему надо отдать должное Ты разговаривал со спецназом такими? Хотя бы раз Ну что говорить? А вот А они узнают А не знают Ну и пускай знают Он это делает Он лезет В трясине он сидит А не они На гору лезет он В ущелье скалы он Да Как он по ручью поднимается Теперь главное найти Как по дереву Мы все это видим Мы забываем Кто его снимает Мы видим жизнь Жизнь страшную и опасную И главное Какой у него дух? Главное не потерять доверие Дух сохранить А у меня фотография Жены на другой с ребенком И где заламинировал И в подошве Это надо придумать где хранить Я крест прятал там В тюрьме Я этого не считал Но я пришел К такому же выводу Крест Распятие прятал Меня не могли найти В тюрьме А когда Со следователем Познакомился Я сказал Если что-то я пронес Не на этом обыске Меня не нашли Которые там звонят Там щупы Не нашли И ему говорю Владимир Кузьмич Вы Тогда был у меня Виталий Николаевич Кажется Первый раз арестованным Вы могли бы что-то У меня вынести А что? Ну что-нибудь Не сдать нигде Конечно Дайте слово Он дал слово Я тогда беру Хлеб Тут не еда где-то Вот здесь Нет такого Ну вот так вот хлеб Отрезал я Который в тюрьме Это дают Выскоплил туда И вот так крест наискосок Заложил туда Распятие Священнический крест И опять Микишом задавил И просушил Ну когда Обыски то идут Кусок его Кто его там Отбрасывает Нужды нету Я придем тогда Этот хлеб Расковыриваю И показываю ему А он тут следователь Он свободно Может в кармане вынести Но он не вытерпел Не вытерпел И через коридор пошел И А другому следователю Говорит У меня такой Говорит попался Подследственный Говорит Ну городская прокуратура Он даже гордился Говорит Никому-то доверили вас А не мне Вас допрашивают А там Кто-то допрашивал Другого заключенного Прошло время Этого заключенного Которым он показал Крест показал Последователю Через коридор Его забросили в нашу камеру И он рассказывает Говорит Это не вы были там Я говорю Я вас не видел Но Он стал рассказывать И показал крест Говорит Такой блестящий Серебряный Я говорю Ну это я был Видишь как Переплетается событие Вот в круге первом Александра Солженицына Когда ведут его А там Щакает языком Ведет И сегодня по другому Делают Ключами гремят Навстречу кого-то там Ведут Чтобы сигнал был Рядом такая Как стаканчик Тебя заводят Туда еще не видишь Чтобы ты не увидел того Кого не надо видеть Его провели Тебя опять открывают Повели дальше Я знаю разное общество Сложнее тюремного Руководства Ничего не встречал Это не туфло Это реально Даже вообразить нельзя 3700 человек И все известно В какой камере сидят Все Теперь Камеру Бывает Меняют Где-то Там один кто-то вырывается Куда вы поселили На прогулку Все известно Отправляют на этап Везде все помещается На больничку вызвали Помещается 3700 человек И вот такая Вот Каждую минуту Знают где человека найти Идут этапы Ну в Рубцовск В Рубцовске А в Рубцовске Допустим тюрьмы нету КПЗ А в КПЗ Можно держать По уставу Только 10 дней А у него допрос Следователь вызывает В Барнаул Запрос делает Этих арестантов берут Пакуют их В машину В поезд И в Рубцовск Там приняли Привезли В КПЗ Он 10 дней Допрашивает Но не закончил По уставу 10 дней Их опять пакует В Барнаул В Барнауле они Побыли там Неделю Помыли Теперь обратно Запрашивают Опять идут Опять 10 дней Допрашивают Опять идут В Барнаул Чтобы не нарушить правила Правила Это не тут А это И вот куда идут Этапы Привозят Сегодня Новые Завтра Из Москвы Этапом идут Все известно Это не городская администрация В больничке Рядом Ну в самой тюрьме Заболел Он там Передачу какую дать Сколько у меня лежит на счету Что в это время я взял Когда проходит Вот допустим Раз в неделю Вам что надо Ну я брал бублики Вот которые нам дают Бублики А другой то там табак берет Или тетради И сколько у тебя на счету У каждого все это известно Это сложнейшая система Ну я думаю Ну просто нет такого Вот говорят Космический корабль Я работал на ремонте подводных лодок В моем воображении Это осталась Самая сложная конструкция Какую человек придумал Подводная лодка Не космический корабль А тут что Поднял его Он там сидит Он не руководит Ничего Здесь разбитый корабль Допустим На пять отсеков И с каждого отсека Берется руководство на себя Поднимать Опустить Наклонить Дифферент какой сделать Там все в трубах И притом через перекачку воды Там эти шлюзы Когда открываешь Там винты эти Конца края Нет Чтобы что-то сделать Вот там гайка Я по плану вижу Гайка там А я здесь А здесь все закрыто Теперь я ключ беру Отрезаю Другой привариваю Вот сюда протягиваю И чтобы там подвернуть Эту гайку Я никаким путем Не могу залезть Насколько сложно Это подводная лодка И тюрьма Это опыт А ты если не там И здесь не был Что ты можешь сказать Отрицать только Я по этому Про тюрьму могу сказать Насколько все сложно Вот они попались Пятеро На воровстве Все Вместе воровали Их сажают по разным камерам Чтобы ни разу Они не встретились нигде Не договорились Допрашивают по отдельности Одного вывозят на прогулку где-то А от другой камеры Они уже крикнули Вовка ты не говори Что мы там были Или сказал Всего только на пять Он понял Наскоглашаться на пять тысяч А своровали на пятьсот И они все утверждают У нас пять Другие не брали И это все продумано Вот этот фильм Снятый о том Как он спасается Любой ценой Выживает Это удивительный фильм Это практика Вот она змея Показывает гюрза Кобра Это невыдуманная змея Дальше показывает Другая змея будет Он отрезает ей голову И вот так вот Показывает шкурку Как снимает Это как курятина Шкурку всю снял Главное влага Отвернулся Пописал на нее Поднял Выпил Это вода Разницы никакой нету Нашел кал Слоновитый Поднял Вот там такая чернота Страшно смотреть Выжимает и пьет Влага Главное влага Чтоб кровь не сгустилась Он пьет Они операторы А им труднее А им что труднее Он снимает Ему не надо думать Не называть имена Ничего нету Его трудность какая Что не уснуть Чтоб не упал со скамейки Вся его трудность И эти за ним которые идут Он лезет по ветвям Он в воде хлюпается в амазонке Скорпионов Там разных ящериц Он берет Кузнещик Как поймать Нужно с опережением взять Покажет как там пума Другое Другое животное Что от него можно взять Это он Не операторы Они снимают умело И теперь когда он ползет Говорит Давай сюда аппаратуру Берется с аппаратурой Ползет сам Знаешь что они не проползут Им держаться надо Это мастер высочайшего класса Удивительнейший человек А никакая нету Ух да тут ничего нету Снимают Если бы не снимали Сама съемка Тупта или что Тупло Нет конечно Как он одетый Как он на льду Сушится на льду Он все снимает Показывает Какая температура Во сколько надо пойдет Находит мертвого тюленя Шкуру ему разрезают Вот так поднимает Щерри кишат И он говорит Это щерри Это белки Сгребает их в рот Он ест не операторы Я с каких-то кузнечиков До того противно Говорит Ну надо Организму это надо дать Иначе я умру А этот Снимает камеру Держит У него там рюкзак с собой шоколадок У оператора Это ему зачем Этот Этот все показывает Он не за столом сидит Я сейчас рассказываю Про тюрьму Но я испытал это Могу рассказать А он конкретно говорит И поэтому отрицать Такого человека Ну каком основном Только по неразумию По зависти А Ты цени это Я тебе скажу Каких я знал людей Вот приезжает ко мне Человек Ослепший в 6 лет Полностью ослепший Слушает пленку Спрашивает А кто? Говорит Это священник Дмитрий Дудков Самый популярный священник В Советском Союзе А другой кто? Да это на меня сказали И он говорит Да он прав, говорит А не священник И он собирается И из Красноярского края Город Сканц Едет сюда И он у меня был Кажется раза 3 или 4 Потом я к нему поехал Слепой Нельзя обнаружить Границы его знаний Я ему привожу Редкий-редкий Поэт такой Допустим Григорий Нарекоти Он читает поэму Да кто ты его Ты его в глаза не видал Кто такой? Ну вот с тебя взять что Я говорю Натсон Поэма Большая поэма Она с традицией 4 наверное Христианка Он и Зу считает Слепой полностью У него только белая Тут осталась Ему лет 6 было Он донес обед отцу И когда обратно шел Разлив был Выше мостика Его смело И утащило И засыпало глаза Дядя Гоша Георгий Иннокентий Лютых Фамилия его На Малой Иванке Кажется он там жил Узнал про отца Геннадия Уехал туда Поехал в этот Отец Геннадий где был В Енисейске Отец Геннадий говорит Я говорит не мог Он Кандидат Математических наук Окончивший академию Не мог Границы знаний его определить Дядя Гоша О чем не заговорил Он все знает Вот сидим Разговариваем с ним А он говорит Там у него на второй полке Лежит Библия Брайля По Брайлю Достаньте-ка ее Я достал Он взял его так Считать Крах ногами тут Слепой А там говорит Лежит Библия у меня Говорит там Екатерининская Там или Советинская Там прочитайте Страница такая Там такое Считает Цитирует все Житие все знают Службы все знают Службу Он читать то не может И делает пищи Пищи Пищник Когда не видит ни кирпича Ничего Переплетает книги Как Ну пищи делать я понимаю Я бы тоже сделал что-то Слепой Но как книги Значит кто-то ему говорит Какая страница Как ее определить то Дом себе построил Слепой Что за вообще удивительно За 60 лет Вот удивиться надо Что такие люди Есть Они нам встречаются И побуждают не стонать Это наши современники были Он сейчас умер уже И вот этот фильм Про Берро Грилза Это Очень и очень Хороший фильм Он рассказывает У них спецназ забросили Куда он говорил В джунгли Сколько там человек 16 или 18 У него было И он не смог справиться Руководитель Все погибли Погибли Так это учеба была Все погибли А ты говоришь Погибли Жизнь кончилась И никто не Не мог подсказать Как выйти А он бы этот Он бы вывел их Никто в этом не сомневается Мы должны быть Счастливы Что такой человек был И такой опыт До нас ставил Ничего не сказав А тут сразу Да это то Ну там Зачем же это Это выходит я защищаю Свою неразвитость Глупость Ни к чему Ни интересность Он интересен Его не назовешь Мужчиной Красавцем Нет он Но видно что это Мужчина Настоящий мужчина Если конечно Глаза открытые держать Мы то все вместе взяты Разве это сделаем То что он делает Ну вот так Поговорили Надо находить всегда Людей Которые больше нас знают И могут чему то нас получить Видеть Ну вот ты Ну вот ты Ну вот я Уже как будет она спать У тебя штанина одна болтается Ты же это видел Че ты сколько раз И тебе уже говорил Ты сам ты за собой смотрел Не высокоумный еще Штанини ума не дашь Смотри какие ребята все веселые Подружись хотя с одним Чтобы был близко ходил Тарасик тебе еще не нравится? Нормально Ну хорошие ребята Дойдешь или не дойдешь Закручивай Закручивайся маленько Ладно Господи Боже наш Ты дивно велик Слава Тебе Благодарим Тебя за пищу Посылаемую для подкрепления плоти Благодарим за добрых людей Мужественных и сильных Которые научают нас Не отчаиваться никогда Долеряясь Тебе И этого Берла Ты знаешь имя его истинное Благослови его Господи И сохрани знания его для нас Ты многому нас научил через него Слава Тебе Хвала Тебе в честь и поклонение Отец Сын и Святой Дух Аминь Мы всегда молимся за Тимофея Тимофей был Тим Бернесси Который изобрел интернет Он живой Мартин Коппер Он изобрел телефон И мы за него молимся И Тимофей Ха Он составил поисковик библейский Все Тимофея И мы каждый день поминаем их молитвы Я еще никого не встречал Кто бы за них молился Никого Пользуемся таким достижением Эти люди так страдали Не получалось Какой опыт имеют И мы получили готовые Ну какие тут деньги Мне ну подарили там Не знаю тысячи две стоят или не стоят А мне звонят Я время узнаю Как же мне не благодарить Бога Это самое распространенное изобретение Речь идет не о миллионах А о миллиардах Так вагонами эти Отработанные выбрасывают Потому что новое с таким экраном Он сейчас дает где-то Научиться удивляться А когда ты не интересный Своего развития нет Ты ничему не удивляешься Люди определили температуру на Солнце Какая температура у Солнца? Ну вот видишь Мало кто А что такое Арктур? Арктур Арктур, да Планета А сколько до Солнца километров? Не знаю Так кто знает? Вот Виктора Николаевича нет Виктора Николаевича Вот поет который Савченко Он все это знает Ну допустим так 125 миллионов А планета Арктур В диаметре В четыре кажется Это разу больше расстояние Чем от Земли до Солнца Она в поперечнике такая Это вообще не Вообразить даже нельзя Кто его сотворил? Бог сотворил Но научитесь удивляться Что вот это Солнечная система И таких систем Бесчетное число И у каждого свой ход И звездам Бог знает число И тогда кто ты такой? Вот сейчас вышел такой ролик Показывает Знаете ли вы? И перечисляют Земля такая-то А от Солнца Она даже как песчинку ее не видать А теперь дальше какие планеты И дальше голова уже кругом идет Все высчитано И сколько Солнечная система? Скорость света какая? Ну Туфло Я просто Я ничего не могу сказать Да это в школе знают А скорость звука Вот допустим Гром ударил Ну слышишь Вот молния сверкнула Мы стоим-стоим Потом Груруру Загремело И ты считай Раз, два, три Количество секунд И можешь узнать Где сверкнула молния Я потому что скорость Едесно Скорость какая? Вот туфло собралось Ничего я не знаю Ну скорость света какая? Триста Триста Тысяч Километров В одну секунду Раз, два, три Уже миллион Километров До трех Ты считал миллион Километров Так есть от нас звезды Обнаруженные Галактики До которых Три миллиарда Световых лет Да не может быть Не миллиона Миллиарда Боря У меня здесь Пацаненок один был Бабку обворовал Ну тут Начал загибаться Я говорю Боря Сколько же ты своровал-то? Ну назвал там Какая-то цифра А у нее там еще больше Миллион Я пересчитал Миллион пересчитал? Вообще Я говорю Давай договоримся Дали миллиона Тебе надо считать Ну до ста Ты умеешь считать? Ну сколько? А сколько ты считал? Я до обеда досчитал Ну а сейчас если Я докажу Что ты не мог это сделать Ты перед народом выйдешь и скажешь Я враль Вру Ну давай Парень один сел с ним и считает Он считает Раз, два, три, четыре, пять, девяносто восемь, девяносто девять Сто палочку положил По новой Раз, десять палочек Это только тысяча И когда этих тысяч Вот таких Будет тысяча Вот таких Тысяч Тогда миллион будет А уже время прошло четыре часа Как ты мог просчитать? То есть для того чтобы тебе миллион получилось Тебе минимум месяц надо И все Буря моя поплыла Ну ты врать ты даже не умеешь А то у меня ребятишки Вот там по логу идем А там прошел трактор СК-700 Что ли какой-то такой Мощнейшие колеса такие Ну он Там траншею проделал Ну идут ребятишки Хвалятся И меня только тронь У меня брат такой сильный А тот А ты моего брата не знаешь Он твоего одним мизинцем Я обернулся назад Никого нет А он в траншею Осока Он запнулся Упал и там вода И нигде нет этого брата С мизинцем то А он глубокий такой Свет Вот смотрите Одно Перышко Перышко Одно только Голубинное И вот так вот Возьми у нее Ну которые Идут это Так сказать Волосинки там Пушинки Раздели их А потом опять Проведи пальцем Там они опять слиплись вместе Почему? Там крючочки Зацепочки Вот когда липучки Где-то прилипают На ботинках где-то И на одном перышке 75 тысяч зацепочек На одном перышке Да кто же это все так сделал? Ну Ну вы знаете Что у человека в глазу Все перевернуто Почему мы видим Нормально Никто не может объяснить Ни один ученый А сколько там колбочек 750 тысяч насчитывается Кто их считал? Ну сосчитали Вот когда считаешь Про это Вещь невероятная Это невозможно Даже представить Это Бог делает И какой наш Бог великий И ты не можешь Его не прославить А если люди Которые это открыли Которые показали Раскрыли Что в человеке есть нервы Сколько в тебе нервов? Ты знаешь? Миллиарды Не знаешь Я не знаю Не считал А сколько в человеке клеток 120 миллиардов Хоть маленько Цифрами Раскрути туфло свое 120 миллиардов А нервов в человеке столько Что, говорит Хватило бы измерения Больше чем все кабеля Провода в мире В одном человеке Нерва Каждой клеточке Нерв идет К спинному мозгу Головей везде Все переплетено Вещь невероятная Вот когда мы поели Вот сейчас ты ела Компот с хлебушком А дальше еще будет До утра А ты не знаешь Что этот хлебушек У тебя превратится В волосы Превратится В глаз В сопельки Все что у тебя есть В тело В ноготки Это тоже Самый хлеб В человеке идет Вихреобразный Обмен веществ Такого Сложного Химического предприятия Нет на земле Я когда просчитал Ну раньше тогда Не было электроники А лампы Такие электронные были И вот говорит В человеке Примерно десять Клеток взять А их там сто двадцать миллиардов Они выполняют Работы Работы Как четырехэтажное здание Наполнено Электронными лампами Ну примерно Для сравнения Чтоб было А на солнце Много тепла Ну посчитай Тебе сейчас принесут Полное ведро льда И сказали На плите Преврати его в воду Сколько времени потребуется Скажи Ведро льда Полное Ну до получаса точно Ведро Одно ведро А от солнца Говорит за одну секунду Отрывается тепла Достаточно Растопить слой льда Толщиной в один километр Вокруг всего земного шара И температура Шесть тысяч градусов Всего только Как протуберанцы Эти от него Вспышки эти Все описано Сколько же надо знать А туфло Мы готовое знание только берем Готовое Все сегодня Маленько что-то запомнили Как сложно устроен человеческий организм Вот смотри Только подумал я сейчас Пальцы поднять Палец поднялся Ничего не переключать Опустил Опустилась Поднял руки Мы даже никогда не думаем Как это Только подумал Что там моргнуть Моргнул Ну а кто как включает Это все Ты на все это посмотри На все везде Крикнуть Сказать Какие буквы Какие звуки издать Когда музыканты играют Ты посмотри Он какие клавишки Пальчиками как перебирает Это он должен От мозга идет На пальцы И должен еще натренировать Конца крайне От этой мудрости И как тебе будет интересно Жить Что ты знаешь Бога Который тебя таким сотворил Таким удивительным Это самое сложное И Давид в 138 Псалме И говорит Как дивно ты меня сотворил Соткал В утробе матери Соткал Как будто щелнок какой-то бегал В утробе матери У меня записаны все дни Для меня назначенные Когда ни одного еще не было Вот мы сегодня говорим У Бога это все уже записано И он знал что сегодня будет туфло У нас такое Тоже знал Вляпался ты с этим туфлом Учиться надо Нельзя так жить Из мозгов сделать булыжник Там еще не будет Все время разрабатывает Японцы говорят У нас нет жемчуга У нас нет нефти У нас нет лесов Вот там вообще другая страна Но У нас есть серое вещество И мы его будем разрабатывать День и ночь И у нас будет все И пшеница И нефть И алмазы И жемчуг Вы знаете где это вещество? Зачем же из этого вещества туфло делать? День и ночь И посмотри японская аппаратура какая Как они умно работают Вот у них Я журналист У нас журналист как Так знаешь там интересные случаи позвали А вот говорит я журналист Выучился Вот это редакция Так ты женатый? Женатый? Квартиру выдать Ограждено как город И они все время работают Он работает минимум за 4 журналистов Наших И один там поехал по обмену опытом Ну и едем Говорит дорога А я ему говорю А что ты застегнута на все пуговицы И черный китель Как у нас у ремесленников Он говорит а другие родят Вот так как другие Так могут все Пусть попробует как я А где говорит квартира? Квартира 2 часа ехать Так а нельзя ли ближе? Ближе дороже Пусть попробует как я Ты сам себе трудности делай Вставь в задачу и побеждай ее Вчера ты пробежал за столько Завтра столько Сегодня ты ошкурил один пенек Завтра два И это туфло рассеется И ты будешь рад что кто-то снял А мы боимся съемки Некоторым дает аппарат снимать Он в обморок падает В буквальном смысле Это явно дело что что-то не то Разошлись Приготовились Все Спасибо по 20 минут десятого. Так вы молитесь, я пошел у себя. Пошли, да. Я сейчас отдельно буду. Всем заиграть, а? День, дядя, два. А, что здесь нет? Отбой, ура!